Давайте расскажу о некоторых работах, которые мы делаем. При этом эти работы, они в значительной степени не только основаны на каких-то стандартных нейросетях, но при этом используют какие-то более глубокие математические идеи. И в целом то, что я сейчас рассказываю, оно может, естественно, применяться как для нейросеток, но также, может, применяться для изображения, но также, на самом деле, это можно и применять для других типов данных, в принципе. Вот, значит, ну, в Скалтехе я возглавляю группу достаточно большую, занимаюсь машинным обучением для диплёнингом, для предиктивной аналитики, для 3D-компьютерного зрения, сейчас много всяких лидаров и других 3D-сенсоров. Вот, значит, активно публикуемся, коллаборируем с разными зарубежными научными организациями, и на самом деле, достаточно у меня и у коллег богатый индустриальный опыт, мы начинали свой труд, так сказать, трудовой путь в взаимодействии с Airbus и с другими всякими компаниями, в том числе участвовали в разработке индустриального софта по применению машинного обучения. Теперь давайте поговорим про концепции, как можно, зачем мне нужны вероятностные модели при обработке изображения, впрочем, это не обязательно обработка изображения. Итак, у нас есть какое-нибудь пространство достаточно простое, например, шарик, не очень большой размерности, там, пара десятков, может быть, несколько сотен, ну, для изображения это не так много. В нем есть какая-то простая плотность распределения, мы там сгенерируем сколько-то точек, у нас есть то, что называется генеративная модель, то есть это некая нейросетка, которая принимает на вход какой-то простой случайно сгенерированный вектор, и на выходе выдает, на самом деле, совсем другое распределение. Вот мы хотели бы, чтобы это совсем другое распределение, оно было таким, чтобы то, что из него генерируется, походило на картинке. Соответственно, если мы задачу нашего декомпозируем, вот это распределение декомпозируем таким образом, то получается, что x, то есть картинка, будет иметь распределение, какое-то распределение картинки относительно выхода нейросетки, например, там есть какой-нибудь шум, умножить на априорное распределение вот этих латентных векторов z в исходном пространстве z. Теперь, зачем мне такая штука в принципе нужна? Значит, я могу ее использовать для того, чтобы моделировать априорное распределение, ну в данном случае картинок, для цели их восстановления и каких-то других манипуляций с ними. В частности, если у меня есть такое вот нелинейное преобразование, которое одно распределение переводит в другое, если у меня есть картинка x какого-то, допустим, низкого разрешения, или у этой картинки x часть пикселей отсутствует, то я всегда могу, во-первых, с помощью такой вероятностной модели смоделировать распределение этой картинки и дальше просто взять, подсчитать логарифм этого правдоподобия. Причем буду считать его только по тем, например, пикселям картинки, для которых у меня эти значения есть, а не те, которые пропущены. И дальше, промаксимизировав это логарифм правдоподобия по z, то есть по латентному вектору, соответствующему этому изображению, могу найти наиболее вероятный латентный вектор. В общем-то, это геометрически соответствует тому, что я картинку проектирую на ограбеде картинок, которая аппоксимирует ту выборку картинок, которая у меня есть. И дальше уже, протаскивая в обратную сторону этот вектор z, наиболее соответствующий картинке, я могу получить прогноз значения картинки, в частности, могу спрогнозировать, какие пиксели были пропущены. Это вот как я могу использовать генеративную модель. Значит, типичный пример генеративной модели — это вариационный автокодировщик. Ну и на самом деле ему соответствует детерминированная нейросетка, которая называется репликативной нейросеткой. Значит, вариационный автокодировщик — это у меня есть распределение x при условии z, и распределение x при условии z обычно для этого используется нормальное распределение, при этом среднее значение этого нормального распределения нелинейным образом зависит от z, вот как здесь написано, ну и дисперсия тоже как-то зависит от z. То, как среднее значение зависит от z, оно задается, соответственно, нейросеткой. И в таком случае возникает, естественно, проблема, потому что если я хочу подсчитать логарифм правдоподобия вот этой штуки, то для этого мне надо подсчитать интеграл, который наверху, то есть я должен распределение x при всех z проинтегрировать по приорному распределению z. Оно обычно простое, допустим, гауссовское, но проблема в том, что когда я такую штуку начну интегрировать, это из-за нелинейной с нейросетки я это подсчитать не смогу. Вот, и как следствие я не могу подсчитать правдоподобие, мне сложно оценивать параметры. Значит, естественно, если я не могу это подсчитать интеграл, я не могу подсчитать апостерерное распределение z при фиксированном x, вот, и поэтому, потому что я не знаю, например, вот этот нормирующий фактор. И поэтому на практике обычно занимаются тем, что аппроксимируют апостерерное распределение z при фиксированном x как к каким-то другим простым распределением, то, что господин Ветров называет варвывод, вариационный вывод, и вот, значит, у нас есть для этого обычно используют автокодировщик, то есть другую нейросетку, которая параметризует среднее значение и дисперсию какого-то гауссовского распределения, которым аппроксимируют апостерерное распределение, которое мы подсчитать не можем. Вот такая идея автокодировщика. Схематически это просто означает, что на вход энкодера я подаю какое-то входное изображение, дальше у меня в латентном пространстве есть какое-нибудь гауссовское апостерное распределение, из него я могу сгенерировать латентный вектор и снова из него получить реконструированное изображение с той или иной степенью точности. Ну и дальше вот эта естественная идея, она просто вероятностным языком описывается так, как я только что рассказал. Значит, ну это как бы общеизвестная вещь, а теперь давайте поговорим про то, как можно эту штуку поприменять для того, чтобы моделировать перенос знаний при обработке МРТ-изображений. Недавно статья была опубликована в аналосе Journal of Frontiers of Neuroscience. Значит, в чем проблема? Значит, если вы обработаете МРТ-изображения, это такие 3D-кубы, такие 3D-кубы приз, значит, в окселе, и по этим изображениям мы хотим понять, где у человека опухоль, или где у человека признаки какого-то, допустим, склероза. Проблема с обработкой таких... Теперь, как такие задачи обычно решаются? Берется на вход вот это трехмерное изображение. Дальше используется нейросеть, которая называется U-Net для сегментации. Сейчас много разных разновидностей. Ну, типичный U-Net, у нее архитектура устроена вот так, вот сверточная сеть. И на выходе она прогнозирует маску бинарную, обучаясь по той разметке, которую доктор сделал. Значит, основная проблема во всех этих задачах о том, что данных у нас мало, они дорогие для разметки, какие-то сложности с приватностью потенциально. Ну, естественно, из-за высокой размерности такого изображения, это тоже вычислительно достаточно трудоемко. Теперь, вот у нас есть модель U-Net, которая, допустим, уже на какой-то задаче обучена. Внутри этой модели U-Net есть ряд фильтров, которые на самом деле вот эти вот обучены под вот эту конкретную задачу, на которую U-Net что-то сегментирует. Основная идея состоит в том, что если вот эта конкретная нейросетка обучена под конкретную задачу, то, значит, коэффициенты фильтров, которые у нее, они не могут быть абы какие. Эти коэффициенты фильтров, они на самом деле должны быть определенного типа, чтобы вытаскивать из МРТ определенную структуру. Вот, и поэтому на самом деле, если мы рассмотрим эти фильтры как вектора в многомерном пространстве, то они, в общем, должны лежать на многообразии, потому что между коэффициентами таких фильтров, которые могут из МРТ что-то вытащить, должны быть зависимости. Это означает, что фильтр как точка в многомерном пространстве лежит на многообразии. И возникает идея, может быть попробуем моделировать эту штуку с помощью как раз вариационных автокодировщиков, поскольку именно они как раз и моделируют многообразие. И вот, значит, идея состоит от того, что коллеги предложили, а мы, соответственно, адаптировали в данной работе это на конкретную прикладную задачу на МРТ. И дальше вопрос, связанный с обучением и дообучением вариационных автокодировщиков в следующих частях этой презентации, мы доразвили. Значит, в чем идея состоит переноса знаний в такой постановке? Мы берем какую-то задачу. Теперь мы эту задачу размножаем. В статистике известен способ размножения выборки, который называется bootstrap. Bootstrap — это когда вы берете какую-то выборку и берете на каждом шаге процедуру bootstrap с возвращением у нее какую-то точку, копируете ее и возвращаете эту точку обратно в выборку. И тем самым вы случайно набираете новую выборку данных, в которой, конечно, какие-то точки данных могут повторяться, но, в принципе, по своему распределению она соответствует тому распределению, которое было у исходной выборки. Вот, допустим, мы так сделали 100 раз, и таким образом вместо исходной выборки изображения мы получили 100 выборок с изображениями, которые похожи по своим распределениям изображений на то, что у вас было раньше. Это первый шаг. Второй шаг. На каждой из 100 выборок мы обучаем юнет-сеть для сегментации, и из каждой из этих юнет-сети достаем фильтры. Что нам это дает? Значит, вот эти фильтры, они в таком случае будут отражать специфику нашей задачи. С другой стороны, за счет того, что мы в задачи так размножили, у нас получилось как бы 100 задач, и мы получаем тогда ансамбль фильтров. Это, получается, выборка фильтров. Раз у нас есть выборка фильтров, мы для фильтров каждого слоя нейросетки можем построить автокодировщик, который будет многообразие моделировать, где, в принципе, фильтры этого слоя должны находиться. Вот. И получается у нас, что для фильтров есть неявное распределение, заданное автокодировщиком, которое позволяет эти фильтры моделировать. Это, конечно, очень интересная вещь. Что нам это дает? Это означает, что когда мы будем на новой задаче обучать какую-нибудь новую модель похожего типа юнет для сегментации, только другой, например, болезни, мы будем оптимизировать параметры этой нейросетки, оптимизировать ее правдоподобие. Так вот, к этому правдоподобию можем добавить добавку, которая означает, что распределение вот этих фильтров в задаче, поскольку мы рассматриваем вероятностные модели, оно должно подчиняться тому неявному распределению, которое задается автокодировщиком, построенным, например, так, как я рассказал. Математически это, значит, это достаточно такой процесс, приходится выписывать там некую границу снизу на правдоподобие. Проблема в том, что распределение, заданное на фильтры с помощью эволюционного автокодировщика, оно неявное. И поэтому нам явно нельзя в точности выписать это априорное распределение, но можно выписать некую границу, здесь какая-то формула написана, но сейчас технические подробности сейчас не так важны. В статье они, которую я процитировал, до этого есть. Вот, и что, давайте сейчас посмотрим, что исходя из этого получается. Вот, теперь давайте посмотрим, что из всего этого получается. Значит, мы взяли две выборки. Одна выборка представляет собой 170 МРТ-изображений, которые соответствуют больным с множеством склерозом. Другая выборка содержит в себе изображения МРТ-сканов, в которых у людей есть опухоль. Значит, мы хотим построить перенос знания с одной, ни одной нейросетки с одного насета на другое. Бинарная задача, бинарная сегментация. Давайте посмотрим на результат, что получается. Вот это типичная картинка первого типа, и вот здесь, если вы приглядитесь, здесь вы увидите такие розовенькие, такие кусочки отмечены. Это вот, значит, начинающиеся признаки склероза. И мы хотим обучить нейросетку на первом датасете так, чтобы по второму датасету нам требовалось мало данных для обучения этой нейросетки. И чтобы она смогла опухоли выделять. Значит, ну оказалось следующее, что вот здесь показан результат. Вот здесь показан результат, а ты еще прокомментируешь. Значит, вот красным ground rules, это вот та сегментация, которая должна быть, которую выделил врач. Следующее, это тот прогноз на этом датасете, на втором, который у нас получается. То есть еще раз, мы взяли первый датасет, который множественный склероз, по нему обучили нейросетку для сегментации. Потом взяли небольшое количество данных со второго датасета, и эту нейросетку как бы начали обучать с вот этой дополнительной регулизацией, о которой я сказал. И в результате она на тестовой выборке, независимой, на втором датасете показывает те результаты, которые я здесь изобразил. А вот это результаты, которые получаются, если нейросетку сегментационно обучать с нуля, чисто по второму датасету. Из интересного отмечу, что вот в данной задаче, во втором датасете, который мы использовали для обучения, мы брали в обучающую выборку всего пять картинок. Это очень мало. И неудивительно, что нейросетка вторая толком не обучилась. Стратегии, когда мы берем нейросетку, обучаем ее заново и стартуем, например, параметры обучения с значения параметров, которые получились при обучении на первом датасете, то есть это стандартная стратегия инвестиционно, они не помогают здесь. И если вы посмотрите работу, ссылка на которую вот здесь приведена, то там эти все эксперименты, естественно, тоже сделаны. То есть это показывает, что в данном случае достаточно существенно, что мы регулизацию таким образом делаем. То есть если мы стартуем просто с какой-то точки, которая получилась в предыдущей задаче, я имею в виду, с значения параметров, то процесс обучения куда-то расходится, и мы забываем об этой первой задаче. Если же мы накладываем вот такую регулизацию, то у нас еще остается достаточно свободы, чтобы найти какой-то оптимум под той даже небольшой выборки, которая у нас есть. Но при этом мы оптимизируем в неком смысле в рамках того многообразия потенциальных значений фильтров, которые свойственны данным, имеющим вот такую структуру, я имею в виду данным МРТ. Теперь следующие работы, которые ко всему этому относятся, это окей, вот мы получили вот такую систему, о которой я сказал. Теперь мы хотим на самом деле, к нам еще медицинские снимки пришли, что же делать? В таком случае мы должны научиться эффективно дообучать вот такой вот наш варикционный автокодировщик, это первое. И, конечно, нам хотелось бы эффективно дообучать и нейросетку, и вообще нейросетевые модели. Это большая достаточно проблема, так называемое катастрофическое забывание, когда вы на одном датасете нейросетку обучили, потом просто начинаете обучать на другом датасете даже статуи с тех же значений параметров, и эта штука в итоге очень сильно расходится. И забывает про задачи на первом датасете. Значит, как можно попытаться с этой проблемой бороться? Сейчас я вот за оставшееся время расскажу основные идеи. Первое, с чем мы работаем, это, конечно, с аппроксимацией абстриорных распределений. Вот у нас есть какая-нибудь х, это пусть как бы выборка данных. Тета, это, значит, ненаблюдаемые величины, которые мы про них что-то хотим сказать. И мы, ну, если мы говорим про байсовский подход, то мы хотим сказать о тете, оценив как-то абстриорное распределение тета при фиксированных данных. Ну, стандартная формула. Естественно, поскольку мы с этой формулой ничего сделать не можем, из нее сэмплировать не можем, мы не можем посчитать нормализующую константу, то мы обычно аппроксимируем п тета при условии х. Для этого используется, значит, приближенный вывод. В частности, обычно находится какое-нибудь семейство из какого-то класса абстриорных семейств, которые аппроксимируют это аппостриорное распределение. Для этого там используются всякие критерии, но это сейчас мы не будем того углубляться. Теперь в одной из недавних работ, она такая больше алгоритмическая, мы предложили следующий естественный подход. Подобного типа подхода уже был предложен в другой работе, мы предложили просто совершенно другой вариант оптимизационной задачи, который работает более стабильно. Речь идет о следующем. Мы выбираем какое-то семейство распределений, в рамках которого мы хотим научиться аппроксимировать вот это аппостриорное распределение. Соответственно, мы для того, чтобы это аппостриорное распределение аппроксимировать, будем использовать бустинг, то есть построили какую-то аппроксимацию распределения и к ней добавляем следующую функцию h из нашего семейства распределений, которая должна эту аппроксимацию улучшить. Вот оказывается, что для того, чтобы такое делать, очень хорошо оптимизационную задачу записать в следующем виде. Мы максимизируем энтропию, то есть распределение h, которое мы на каждом шаге добавляем, оно должно быть как можно более размазанным, потому что это означает на вероятности на языке, что оно несложное. При этом мы хотим, чтобы все-таки добавление h повышало точность аппроксимации, то есть точность аппроксимации, оцененная на распределении, полученная аппроксимация, полученная на шаге t плюс 1, она лучше, чем точность аппроксимации, полученная на предыдущем шаге, поэтому эта разность положительная. Ну и, соответственно, мы для вот так поставленной задачи придумали эффективный алгоритм, а теперь я прокомментирую, как можно эту идею использовать для того, чтобы делать вот это вот то, что называется «добучение нейросеток». Кому интересны подробности, они указаны вот в этой статье, там ссылка есть внизу. А теперь давайте поговорим, как это можно адаптировать для обучения вариационного автокодировщика, посмотрим на картинках, к чему это приводит. Значит, у нас есть вариационный автокодировщик, это когда у нас, значит, есть распределение кодирующее, то есть из x выдаёт z. И есть распределение декодирующее, которое из z выдаёт x. Обычно на вот эту платентную переменную z маломерную задают какое-то априорное распределение, например, гауссовское. Из статьи, которая здесь процитирована внизу, так называемый вам прайер, следует, что в общем-то с точки зрения правдоподобия оптимальным априорным распределением, эмпирическим, так называемым. Если бы мы знали в точности и распределение автокодировщика, и распределение энкодера, и распределение декодера, то априорное распределение на z это вот заданное вот таким вот образом. Понятно, что эту штуку мы считать не можем, потому что, ну, размер выборки у нас большой. Плюс к этому мы на самом деле вот этот энкодер, его распределение Q, тоже не знаем. Мы же его подстраиваем в ходе построения автокодировщика. Возникает вопрос, а как такую штуку использовать на практике? Раз. И второе возникает вопрос, а что же делать, если к нам пришла новый кусок выборки, может быть, даже соответствующий новому классу? Можно ли как-то эту информацию учесть? Идея состоит в том, что, окей, давайте по-прежнему априорное распределение на z задавать вот в таком оптимальном виде, но при этом мы по мере поступления новых кусков выборки будем вот в это априорное распределение добавлять какие-то новые компоненты h, которые на каждом шаге призваны как бы аппроксимировать вот это оптимальное априорное распределение, которые мы на самом деле, конечно, подсчитать его вычислительно просто сложно. Плюс к этому, за счет того, что мы все время в его аппроксимацию будем добавлять новые члены вот с помощью той процедуры бустинга, о которой я сказал, мы тем самым будем все время сохранять в нем, в априорном распределении, информацию о вновь поступивших кусках выборки. Значит, для этого мы как раз применяем процедуру бустинга, то есть мы на каждом, если p от t это аппроксимация вот этого оптимального априорного распределения на шаге номер t, то на шаге номер t плюс 1, когда пришла новый кусок выборки, мы добавляем еще один член в эту аппроксимацию h, чтобы, во-первых, получить информацию, сохранить информацию в этом новом куске выборки, если она какая-то существенная, а во-вторых, чтобы аппроксимировать это априорное распределение оптимально еще лучше. При этом мы выписали, естественно, как правильно такую штуку оптимизировать, вычислительно эффективно и так далее. То есть мы минимизируем некое расстояние между оптимальным распределением и вот нашей этой бустинговой аппроксимацией. В каком-то смысле это соответствует тому, что в латентном пространстве я как бы выделяю какие-то куски вот с помощью добавления вот этих вот штук, дополнительных членов h, которые будут соответствовать разным задачам, кускам задачи во время вот этого дообучения. Значит, ну давайте посмотрим, как эта штука срабатывает на практике. Мы взяли, здесь я покажу результаты для простых датасетов, а именно для мнеста и для фэшн-мнеста. Впрочем, результаты на других более сложных датасетах сейчас в процессе, и там они тоже работают. Значит, речь идет о следующем, что берем, например, датасет типом низ. Датасет типом низ мы знаем, что есть 10 классов. Значит, будем говорить, что первая задача, которая к нам приходит, это первый класс чисто нолики, вторая задача к нам приходит, это чисто второй класс, то есть единички и так далее. И мы, значит, что делаем? Мы можем взять вариационный автокодировщик и обучить ее сначала на первой задаче, потом обучить на второй задаче, потом обучить на третьей задаче. В надежде, что параметры, значит, что он не будет забывать о предыдущих результатах обучения. Ну или, по крайней мере, будем стартовать. При этом мы можем помогать, стартуя параметры этого вариационного автокодировщика с параметров, которые у него получились на предыдущей задаче. Вот это такое первое. И что мы хотели? Мы хотели бы, чтобы к десятой задаче, когда у нас все 10 классов ему попали на обучение, чтобы, если мы из вариационного автокодировщика будем сэмплировать, значит, картинки, генерировать искусственные картинки, чтобы среди всех этих картинок искусственных у нас все 10 классов присутствовали, ну и картинки были визуально какие-то разумные. И вот давайте посмотрим, что получается, если применять просто, ничего не делать. Ну или, может быть, стартовать с предыдущих параметров. А или применять тот подход, о котором я сказал. Оказывается, что, естественно, неудивительно, вариационный автокодировщик все забывает. Значит, и в итоге после 10 задачи он генерирует картинки, только соответствующие самому последнему классу, который в последней задаче был. Если, например, сказать, ну окей, давайте я тогда буду тренировать вариационный автокодировщик на новой задаче так, чтобы его параметры не слишком отличались от параметров, которые у него получились во время обучения на предыдущей задаче. Такую или два регулизации наложу. Это тоже не помогает. Это не помогает. Значит, если же применить подход, о котором я говорил, то мы вот это вот, то, что на английском называется diversity, то есть разнообразие, сохранение информации о всех классах добиваемся. А если еще добавить вот эту или два регулизацию, о которой я говорил чуть-чуть в начале, тогда еще улучшаются. То есть это показывает, что данный подход, он позволяет, естественно, я в силу ограниченности времени не могу там рассказать обо всех экспериментах, они более разнообразные, естественно. Вот. Кому интересно, можно почитать вот статью по ссылке, которая здесь указана. Так. Вот. Ну и у меня еще есть там пара минут. Значит, я сейчас расскажу еще о паре просто, так сказать, кратко, о паре заметок, которые мы в последнее время тоже делали, и дальше пару минут останется на вопросах. Значит, я вам сейчас рассказывал про революционную автокодировщику, и говорил, что, ну, слушайте, а давайте мы в стандартном классическом революционном автокодировщике, у нас пространство Z, где вот живут латентные вектора, оно очень простое. Это просто шар, например, или гауссовское распределение, и там вот мы в вектора Z сэмплируем. А всегда ли это хорошо? Может быть, надо пространство латентное брать более сложным? И вот в недавней работе, на которой на ICLR, значит, мы с Виктором Олимпийским делали, оказалось, что вот если вот эта вот обычная стандартная структура такого генератора, который может использоваться как в ГАНах, так и в вариационных автокодировщиках, то оказалось, что лучше на вход вот в такой структуре подавать не просто вектор какой-то размерности, так, а лучше туда подавать результат некой другой нейросетки. Эта другая нейросетка устроена достаточно забавным образом. Значит, на вход этой другой нейросетки, которая здесь обозначена зеленым, подается какой-то вектор Z. Этот вектор может быть детерминирован и всегда фиксирован. Это не так важно. Самое главное, что параметры, которые будут задавать латентные переменные кодирующие изображения, это параметры нейросетки. То есть фактически это означает, что если у нас есть выборка x1, xn, то для этой выборки x1, xn мы для каждого x будем иметь свой вектор латентных параметров после обучения, который как бы… Это фактически проекция изображения на многообразие изображений. Но при этом физический смысл этих параметров не просто какие-то вектора, это коэффициенты свертки, сверточной сети, которая у нас вот эта вот f от z. Вот. И есть еще параметры тета генератора. И, значит, оптимизационная задача устроена так. Мы минимизируем расстояние между изображениями из выборки и выходом генератора. И минимизируем это по параметрам генератора тета. И для каждого x также у нас есть свои параметры, которые этот x задают. Вот. Это раз. И у нас вектор z фиксирован, а x это, значит, наша точка данных из выборки. Оказалось, что такая генеративная модель, она имеет свои недостатки. Но при всем при этом она справляется очень хорошо с большим количеством задач восстановления изображений высокого разрешения, где требуется не восстанавливать ни текстуры, а именно какие-то вещи, то есть, так сказать, интерполировать пропуски, например, как в этом случае. Понятно, что невозможно закрасить, восстановить настоящее лицо, но, по крайней мере, если наша нейросетка выбрала с себя информацию о том, какие лица в принципе бывают, то мы хотели бы вытащить из этого набора информации что-то, что хорошо интерполирует вот эту дырку. И вот, значит, как пример во втором, четвертом и шестом столбцах результата нашей работы. Ну и, в принципе, можно увидеть, например, что типичным образом мы во время закрашивания гораздо меньше артефактов, чем у различных методов, которые на тот момент на писании этой статьи существовали, которые можно тоже использовать для порешения подобной задачи. Другой пример, это все то же самое, но мы кусок фотографии, значит, восстанавливаем. То есть еще более сложная задача формальная с точки зрения задачи интерполяции. Здесь, получается, тоже вполне достойные результаты. То есть здесь гораздо меньше всяких артефактов. Тоже, понятное дело, что видно, что есть проблема, но тем не менее. Вот. Ну и задача просто повышения разрешения. То есть понятно, что, опять-таки, разрешение повысить нельзя. Мы не знаем, как на самом деле это лицо выглядит, но получается вполне достойное, так сказать, повышение разрешения. Это все делается одной и той же генеративной моделью. И это вот достаточно интересный результат, она как бы универсальная. Вот. Другой пример задачки. Ну, у меня осталось буквально еще два слова. Задача, которую мы решаем, это восстановление глубины. То есть у нас на вход подается, это вот недавняя статья на ICV, на вход подается RGB изображение высокой четкости, глубина. Сейчас на современных телефонах Huawei есть сенсоры глубины, которые не очень хорошего качества, но они уже есть. И мы хотим построить нейросет, который может повысить резкость этой глубины и, может быть, какие-то артефакты убрать. Очень важно при решении этой задачи использовать не просто точность, которой в смысле, например, L2-нормы мы повысили разрешение глубины, а оценивать точность визуально, насколько мы хорошо глубину оценили, а именно восстанавливать, так сказать, поверхность трехмерных объектов, соответствующих этой глубине, и оценивать их визуальное качество этих поверхностей. И вот оказалось, что это вот ground truth, который получается, если мы очень хорошо, серьезным сканером все снимаем. А вот это вот результатом одного из лучших существующих методов на этот счет, это результат наш, мы видим, что существенно меньше всяких артефактов. Ну и, наконец, в принципе, при работе с 3D-объектами очень важно иметь датасеты 3D-объектов. И вот, это статья недавно, на CVPR, мы сделали 3D-датасет таких объектов. Он содержит в себе различные CAD-модели, то есть их представлены в виде облаков, точек, сплайнов, сплайн-пэтч, из-за английского, что называется, сеток. И, здало быть, в этом датасете более 1 миллиона моделей. На нем можно делать то, что называется сейчас Geometric Diploning. Это используются всякие сетки, графовые сетки, сетки на облаках точек для того, чтобы моделировать и прогнозировать информацию о том, какие формы объектов бывают. И эти объекты по каким-то, может быть, частичным шумным сканам восстанавливать. Вот. И в этом датасете мы рассмотрели очень большое количество разных сеток на облаках точек и, собственно, их сравнили между собой, что тоже очень важно для заданной области. У меня все. Спасибо, Евгений. Ну, на самом деле, первый комментарий, что мы смотрели разные вещи, непосредственно такой штуки нет, но проблема в том, что склероз, множество которых мы говорили, но на самом деле мы рассматривали разные сканы. Мы еще смотрели, например, КТ-сканы печени и почек, вот эта сегментация тоже. То есть там этот неплохо работает для болезни и еще и разных органов. Но ситуация в том, что если будем делать, как вы говорите, то области, которые мы хотим насегментировать в случае с мультимосферозом, они очень такие специфические, они очень как бы маленькие. Ну, не знаю, я сейчас. Да, вот правда. Вы видите, эти области, они вот выглядят такие маленькие сгусточки. Соответственно, в случае опухоли, это совсем другая штука, это обычно такие большие, достаточно блямбы, такой достаточно регулярной формы. В этом смысле структурные достаточно разные штуки и сегментационная нейросетка, она, так сказать, может пойти в разнос. Вопрос, если вы будете пытаться, так сказать, одновременно прогнозировать и то, и другое. У меня все. Еще вопросы. Мне просто уже, так сказать, к сожалению, практически отбывать надо. Дайте еще два вопроса. Если вам поясню, что в любое время дня и ночи, пишите на почту, туда я отвечу. Вопрос касательно, вот где вы говорите, что для генератора вместо подачи латентного выхода используется сетка, но при этом не важно, что у нас будет там на форшу или она будет фиксирована. Я даже не знаю, что фиксирована. А за счет чего тогда получается? А параметры, для этого это параметры, это нейросетки, используют в качестве латентных перепризыков. У нас очень специальная структура на латентном пространстве, это свертки. Я помню. Объяснение, почему именно так хорошо, это вот отдельный вопрос. Пока мне сложно так сказать. Такой эмпирический интересный факт. Да, еще вопрос. А как будет обучение на латентном подороге, понимаете, что смысл этого в том, чтобы при получении нового класса дать меньше количество времени на обучение? Скорее не забыть про остальные классы. А почему нельзя изначально взять все классы? Ну, как бы заново взять все выборы? Ну, понимаете, идея всех обучения, если делать это на вашем устройстве, вы не можете хранить все. Это все проблемы вот этого, то, что на английском называется lifelong learning, continuous learning, например, одно и то же. Вы фактически просто хотите по поступающим кусочкам выборки, вашу модель как-то обучать, чтобы она все время была в курсе, может быть, вновь изменившихся, изменившихся расслаблений. Но при этом потенциально и о старых забывало. Добрый вечер, меня зовут Илья Жариков. Я вам сегодня расскажу про некоторые актуальные подходы и о том, как решаются проблемы в задаче видео суперрезолюшена. Вот, собственно, о том, как эта задача ставится, какие есть подходы, какие есть проблемы и как в 2019 году и не только их пытаются решить. Ну, собственно, начнем с общей постановки задачи о том, как получать изображение высокого качества. Да, у нас есть изображение низкого качества, low resolution изображения, и мы хотим получить такую модель, которая будет нам выдавать изображение суперрезолюшен, которое будет очень похоже на истинное изображение high resolution. Вот, какие проблемы у этой задачи есть? Проблема тут одна, что множество изображений high resolution, из которых может получиться изображение низкого качества данное, оно бесконечно. Поэтому эта задача неправильно поставлена, и в этом плане она плохая. Вот, но это нам никак не мешает ее решать. Если же мы говорим про видео, то мы можем делать разные вещи. Мы можем по кадрову улучшать изображение, можем брать последовательность изображения низкого качества и получать одно изображение высокого качества, либо по последовательности можем получать последовательность. Вот. Основные метрики, которые используют для этой задачи, это PSNR, Peak Signal to Noise Ratio и Structure Simularity. Та метрика, которая была призвана решить проблемой первой метрики, вот, но, как мы можем видеть, она их не всегда решает. То есть на правой картинке эти метрики явно выше, вот, чем на левой картинке, но нашему глазу левая намного приятнее. Вот, это связано с тем, что они основаны, там, плюс-минус PSNR на МСЕ, и, грубо говоря, если вы сдвинете картинку хотя бы на один пиксель, то у вас получится очень низкая метрика. Вот. Ну, соответственно, это только одна проблема. Проблем есть много. Во-первых, видео — это не то же самое, что картинки, потому что фотографии... Люди фотографируют обычно не то, что снимают на видео, да, фотографируют какие-то красивые места, там, портреты и тому подобное. На видео попадается буквально все, что угодно. Видео должно быть постоянным, то есть объекты, которые движутся в видео плавно, они должны двигаться плавно. Не должно быть никаких артефактов, бликов, какого-то дрожания предметов и тому подобное. Эти алгоритмы должны быть быстрые, потому что хочется их использовать, например, в ультрасовременных телевизорах, чтобы преобразовывать видео на лету и показывать картинку просто супер качественно. Вот. Как я уже сказал, метрики, которые используются, они не всегда коррелируют с тем, что получается и хочется получить. И плюс во всех статьях, там, академических и не только, проблема в том, что low-resolution картинки получают из high-resolution картинок и никак иначе. Поэтому артефакты, которые присутствуют в реальном мире, они совсем никак не переносят. Вот. Далее я расскажу некоторые, там, мой персональный топ статей. Это в большинстве своем статьи 19-го года, они являются сотерешениями на различных датасетах. Вот. И главная моя цель — показать то разнообразие подходов, которые сейчас существуют, и какие проблемы каждый из них плюс-минус решает. Вот. Ну и когда речь идет о задаче видео суперрезолюшн, первая банальная мысль — это давайте каждый кадр будем улучшать, да? Почему нет? Вот. Как бы с этого тоже все и развивалось. Здесь представлена архитектура. Вот. Она особенно тем, что все операции свертки, вот, которые идут до разноцветного выхода, они происходят в пространстве картинки низкого разрешения. То есть они не выходят за размеры этого изображения. И повышение качества происходит только на последнем слое, который носит название subpixel convolution layer, вот, который просто по-умному мерзит выходные каналы этой сети, собственно, в картинку. То есть если вам нужно улучшить картинку в четыре раза, то выходов будет 16, которые просто встанут в квадратике 4х4. Вот. И так далее. Чем эта архитектура хороша? Именно тем, что она работает в пространстве картинок низкого разрешения, поэтому она априори намного быстрее всех остальных. Мы еще увидим, что вот разворачивание в картинку высокого разрешения в других архитектурах будет происходить намного раньше. Также в ней замечательно то, что вот этот последний слой, его можно полностью исключить из обучения, вот, потому что мы изначально можем картинку высокого разрешения превратить просто в набор картинок низкого, там, 16 каналов. И без проблем обучать. Вот. Ну и LOS, который они используют, это обычный MSE LOS. Еще одна очень популярная архитектура, которая решает задачу Single Image Super Resolution, это SRGAN. Вот. Это, ну, совсем обычный GAN, у которого есть генератор, который, собственно, генерирует картинки высокого разрешения. И дискриминатор, который говорит, насколько генератор хорошо справляется. Вот. Вклад авторов в том, что они стандартный, там, Adversarial LOS, к нему накинули еще Content LOS, вот, MSE, ну, с каким-то весом. И вместо него также еще попробовали Perception LOS. Это просто разница между векторами признаков, которые получены после того, как вы картинку пропускаете через предобученную модель VGG. Любую. То есть она у вас есть, вы пропустили картинку, получили ее фичи, пропустили High Resolution картинку, получили ее фичи и сравнили. Вот. Добавление такого LOS, собственно, финальный, дает более приятный человеческому глазу результат. Вот. Это то, что касается подходов, которые именно созданы для Single Image Super Resolution популярных. Вот. Дальше все подходы будут о том, как работать именно с видео. Вот эта статья и DVR, она является сотой на соревновании, которое было приурочено к конференции VPR 2019 года, NTI-19. Вот. Она примечательна тем, что это не просто сота на каком-то треке, она выиграла во всех четырех треках, да еще во многих со значительным отрывом. Вот. И она может применяться как к задаче Video Super Resolution, да, так же, как и к задаче просто деблюринга. То есть если есть контур, то это для задачи деблюринга. Для задачи Video Super Resolution, о которой мы будем говорить, это просто последовательность кадров, потом идет модуль, который генерирует выровненные фичи, потом идет Temporal Special Attention Fusion Model, вот, который отвечает за, собственно, временную однородность пространственную. И потом идет Reconstruction Model, который из фичей вам уже генерирует high-resolution картинку, и, по сути, он может быть любым из, ну, взят любым, как используют в архитектуру, которая для Single Image Super Resolution. Вот. Чтобы понять, что происходит в первом блоке, который посвящен созданию выровненных фичей, нужно понять, что такое Deformable Convolution. Допустим, у нас есть набор каких-то смещений, и обычное применение операции свертки, оно выглядит вот так. То есть мы с какими-то весами берем соседние пиксели и так получаем новое значение в этом пикселе. Вот. Deformable свертка — это такой вид, способ аугментации обычных сверток. То есть тут добавляется какое-то смещение. Вот. Причем так как вот это число у нас уже дробное, то используется билинейная интерполяция, чтобы получить значение. Вот. И вот эти смещения, они генерируются отдельно по просто конвуляционным слоям на входном пространстве признаков. Да? То есть вот тут выход 2n — это значит, ну, а n — это размер фильтров. Это смещение по х и по у, всего их 2n. Вот. И они потом просто применяются. И таким образом это учится. Вот. Опять же, на CBPR 2019 года вышла статья, которая предлагает обновленный Deformable Convolution свертки, в которой еще добавляется некая амплитуда. Вот. Modulated Deformable Convolution. Вот. А добавляется она очень просто. Тут становится не 2, а она 3n. Да? То есть становится не по 2 координаты для delta P, для смещения, и добавляется еще вот эта амплитуда. Собственно, вот в этом модуле, который позволяет увидеть выровненные фичи, именно используется Modulated Deformable Convolution вместо какого-то там Motion Estimation, да? Вместо того, чтобы как-то понимать, как эти кадры между собой связаны. Ну, идея проста. Архитектура пирамидальная. Идем снизу вверх, и на каждом слое происходит вот что. У нас есть признаки как бы кадра в момент времени t и признаки кадра в момент времени t плюс 1. Мы хотим получить признаки кадра момента t плюс i таким, каким бы, если бы он был в момент времени t. Мы хотим его выровнять. Вот. Для этого мы, собственно, предсказываем вот эти свертки, применяем их. Вот. И результаты предыдущего слоя мы обсемплим в 2 раза, и таким образом уточняем то, что у нас получается. Вот. После того, как мы проделали это 3 раза в оригинале, мы повторяем эту же процедуру еще раз для выровненного уже кадра, чтобы получить еще более выровненный набор признаков. Вот. Следующий модуль, он призван как бы повысить внимание сети к деталям, которые сохраняются в соседних кадрах. То есть если мы посмотрим на кадры, и они действительно похожи, то почему бы нам это не использовать? Вот. Как мы будем мерить, что кадры похожи? Кадры похожи, если у них вот эти имбеддинги, которые мы получили, они тоже похожи. Вот в принципе это и делается. Вот карта внимания, она генерируется вот таким образом, потом они просто поэлементам умножаются, конкатинируются, да, по всему времени, которое мы рассматриваем, и там уже просто генерируются признаки финальные. И по этим признакам потом восстанавливается high resolution картинка. Вот. Собственно, что главного в этой архитектуре? То, что она всех выиграла, то, что они используют modulated deformable convolution вместо обычного там optical flow, вот, с которым мы тоже сегодня познакомимся. Из того, что нужно понимать, чтобы получить лучших результатов, они использовали на самом деле двухстадийную модель, то есть сначала обычную, потом более мелкую, такую же, чтобы улучшить еще результаты. Вот. И они используют пять последовательных фреймов. То есть там было от t минусы до t плюсы, вот и равно 2. Ну, следующий подход, он совсем другой. Здесь автор статьи подумали о том, а давайте мы будем генерировать не саму картинку high resolution, а фильтры, ну, то есть свертки, да, которые помогут нам получить эту high resolution картинку. То есть мы будем предсказывать именно фильтры, такие, что после того, как мы их применим, мы получим high resolution картинку. Вот. Собственно, в такой постановке идея не очень заработала, потому что просто получить high resolution картинку сложно, вот. Но можно предсказывать разницы. То есть вот эта вот часть, которая была на предыдущем слайде, мы предсказываем фильтры, применяем их к картинке плохого качества, вот. Еще у нас есть сеть, которая предсказывает разницу. После этого мы эти два выхода складываем, и мы уже потом наблюдаем финальную картинку high resolution. вот метрика у них была не совсем MSE, а была Huber-Loss, да, где L1 и чуть L2. Вот. И приятного, что сделали авторы этой статьи, это то, что они немного поменяли, собственно, выход самой сети, то есть не картинку, а фильтры, вместо 2D convolutional использовали 3D и предложили еще один способ по аугментации, который пока никто, по их словам, не применял. Это temporal augmentation. То есть если у нас есть последовательность фреймов, давайте брать каждые два или каждые три. Давайте брать в другую сторону каждые два или каждые три. Вот. Ну, больше, чем пропускать два фрейма у них плохо получилось, поэтому у них вот модуль пропуска, он остановился на двух. Следующая идея, она… В ее названии есть слово recurrent, но это не совсем правда. Ее идея в том, чтобы по… Из последовательности кадров как можно больше выжать информации вот для нашего кадра в момент времени T. Вот для этого. И, собственно, получить вот Super Resolution картинку в момент времени T. Вот. И из идей, которые они… Мы будем использовать то, что уже есть, а это именно архитектуру для Single Image Super Resolution и архитектуру для Multi Frame Image Super Resolution. То есть когда есть несколько картинок, а на выходе одна. Вот. Собственно, вот тут есть момент времени T, а тут идет момент времени от T-1 до T-N. Ну, и вся соль вот в этом projection модуле. Он состоит просто из энкодера и декодера. Вот. Энкодер применяет фичи из прошлых фреймов и предыдущий. Вот. Single Image Super Resolution сеть выдает ответ. Multi Frame Super Resolution тоже. Предсказывается разница. Складывается с выходом C-SR блока. Вот. И уже вот этот вектор, Харри Залюш, картинка, она пропускается через декодер, который ее даунсэмплинт. И, собственно, это все повторяется. Что хорошего в этой статье? То, что до этого никто так не делал, и они сделали много разных интересных экспериментов, которые можно перенести, в принципе, и на другие подходы. Они пробовали брать не только прошедшие фреймы. Вот. Они пробовали брать и прошедшие, и будущие фреймы. Вот. Ну, как оказалось, что если тренироваться на прошедших и будущих фреймов и тестироваться на прошедших и будущих фреймов, то результат чуть лучше, чем если тренироваться на прошедших фреймов и тестироваться на них. Вот. А все остальные другие вариации, они дают намного хуже качества. Также они пробовали, что делать. Вот тут все выходы конкатинировались, чтобы получить. Они пробовали брать только последние фичи, и они пробовали не конкатинировать их, а навешивать сюда еще LSTM. Вот. Но все результаты дали довольно сильное ухудшение, и в итоге конкатинировать это хорошо. Вы могли заметить здесь, что тут есть не только картинка, да, но еще F. Я забыл сказать, это предсказанные карты смещения. То есть такие карты, что если мы посмотрим, куда переходить пикселем из этой картинки, мы получим эту картинку. Вот. Они их, то есть вычисляли заранее, и потом обучали сеть. Вот. Это все, ну, очень тяжело и некрасиво. Вот. И они тоже так подумали, и сделали эксперимент, когда просто эту, ну, вот, карту потоков они выкинули. И, в принципе, качество почти не ухудшилось, вот, и поэтому в этом плане эти потоки, они не нужны. Следующие две модели, они recurrent в том смысле, в котором есть. В них вход, ну, предыдущий вход, выход используется как вход. Вот тут все очень понятно. Тут есть два основных модуля, Fnet и SRnet. Вот этот модуль отвечает за то, чтобы генерировать карту смещений, да? То есть такую карту, где смещение, ну, она двумерная, и показывает смещение по X и Y, пикселей этой картинки, чтобы получить эту картинку. Вот. Потом эта карта, так как это low resolution, она увеличивается с помощью билинейной интерполяции. Вот. И эта карта смещений применяется к предыдущему выходу, да, к предыдущей картинке. Мы получаем какую-то примерно суперрезолюшн картинку в этот момент времени, потом применяем операцию space to dev. Вот. Это очень похоже на первую статью, только наоборот. Да? Мы избавляемся от одной большой картинки, унося всю информацию в глубину. Вот. И вот эти признаки и current картинка, они пускаются на вход SRnet, который уже выдает, собственно, ту версию суперрезолюшн картинка, которая есть. Ну, и лосс у них такой, что… который обучает и Fnet одновременно, и SRnet, то есть это end-to-end архитектура, и ничто не нужно обучать по частям. Вот это именно отличает за то, чтобы карта вот этих потоков была действительно правильной, что, применяя это к этому, мы получаем картинку в момент времени T, но это обычный MSE-лосс между ground roof'ом и предикнутой. Ну, это, собственно, архитектуры. Это не очень интересно. Вот. Что в этой архитектуре? В этой архитектуре действительно используют Motion Estimation в том виде, в котором вот он есть. авторы пробовали эту архитектуру, ну, именно эту использовать как для задачи Single Image Super Resolution, то есть оставлять один блок SRnet, вот тот, и пробовали несколько фреймов тоже пропускать через нее, только без Motion Estimation, вот. И это все хуже. То есть таким образом они показали, что эта архитектура действительно хороша. Ну, они использовали последовательности из 10 фреймов, и когда они делали обучающую выборку, они очень сильно следили за тем, чтобы вот эта последовательность из 10 фреймов, она не содержала каких-то резких перемен в кадре. То есть это плюс-минус одни объекты. Следующая идея. Да, забыл сказать, что вот эта идея, она хороша тем, что в предыдущих мы использовали целую пачку картинок, чтобы получить одну, и поэтому каждый фрейм обрабатывался несколько раз. В этом случае таких операций намного меньше, и поэтому это там одни из самых быстрых. Следующая еще быстрее, чем предыдущая. Вот, архитектура у нее немножко другая. У нее тоже есть два блока. Вот, один очень похож на те архитектуры, которые используются для single image резолюшена. Вот, а другой, он просто принимает на вход предыдущий, и также принимает дополнительные фичи из, ну, из этих сетей локальной. Вот. То есть так выглядит начало итерации, потом вот этот процесс идет таким образом. Ну и, соответственно, loss такой, чтобы вот этот выход и вот этот выход были похожи на ground truth. Собственно, это то, это архитектура этих двух сетей. Тут нужно обратить внимание только откуда, собственно, эти признаки-то и берутся. Единственный минус этой архитектуры, который заметили авторы статьи, и, ну, тут же его исправили, это в том, что для, если, грубо говоря, начинать обработку видео вот так и дальше ничего не менять, то есть использовать вот эту сетку, то картинка начинает быть очень резкой. То есть накапливаются какие-то артефакты, они все накапливаются, накапливаются. В ходе экспериментов они решили, что вот через 50 итераций, да, нужно снова все обрубать и начинать делать так, обработку видео, и тогда все хорошо. Вот. Ну, это архитектура, которая не использует Optical Flow от слова совсем и также обучается на последовательности тех из 10 фреймов. Также они пробовали убирать пробрасывание вот всяких вот этих фичей, которые пунктиром здесь отмечены, и это все приводило к довольно значительному ухудшению. Вот. То есть они все-таки важны. Ну, и как я уже говорил, метрики, они не всегда коррелируют с тем, что мы видим. В этом плане, конечно, ганы намного выиграют, так как они агрегируют информацию, и получается так, что картинка выглядит в наилучшем свете, хоть и метрики некоторые проседают. Вот. Есть одна известная архитектура для VSR, основанная на Гане, это Teco Gun. Вот. Генератор у него очень простой. Главное здесь понять, что вот это это выход предыдущий, а вот это это low-resolution картинки во время T и T-1. Здесь Motion Compensation модуль, который генерирует все ту же карту потоков, которая потом применяется. Ну, она обсемплится и применяется к предыдущему выходу, чтобы получить некую аппроксимацию. Вот. Потом генератор вместе с low-resolution картинки генерирует какой-то сэмпл. Вот. Разницу, которая складывается. И таким образом мы наблюдаем выход. Вот. Намного интереснее здесь дискриминатор. Вот. Авторы статьи используют один дискриминатор, который ест очень-очень-очень много данных. Ну, а именно это наборы таких трех данных. Вот. Что это такое? Вот это это просто resize low-resolution картинок во время t-1, t-t плюс 1. На самом деле вот этот in-y, in-g, in-y, in-vg это то же самое, только здесь используются предикты. Warp это значит поправленные во времени вот этим motion estimation. И все. И сырые. И то же самое делается с реальными данными. То есть тут у нас 9 картинок, и там у нас тоже 9 картинок реальных, и дискриминатор, как правило, выдает фейк это или не фейк. Главный вклад авторов этой статьи это в том, что они предложили ping-pong gloss, вот, который тоже базируется на той идее, что если мы пойдем по последовательности кадров вперед, вот, а потом пойдем по последовательности кадров назад, то как бы не важно, как мы получили high-resolution картинку. Либо так, либо так. Она должна быть одинаковой. Да? То есть тут мы получили ее из предыдущего кадра, тут, когда мы шли вот так, мы получили ее из последующего. Вот. И вот эта разница между такими estimation этих картинок, она должна быть в идеале нулевой. Вот. Ну, ну и надо сказать, что они еще в генератор напихали очень много других лосов. Вот. Это обычный MSE loss, это обычный adversarial loss, это ping-pong loss, это loss на то, чтобы обучить motion estimation, да, то есть из XT минус 1 XT. Вот. Если мы применим, должно получиться XT. И также они еще включили два лоса по типу perceptual loss, который был в SRG. То есть тоже опять сравниваем фичи, полученные из VGG и сравниваем фичи, полученные нашим дискриминатором. Вот. Для дискриминатора, соответственно, стандартный лос. Вот. На самом деле outputов из этой статьи очень много. Это ping-pong loss, это предложенные имени recurrent involutional stack для генератора. Используют они все так же 10 последовательных фреймов. И так как они используют GAN, они не могли не обратить внимание на то, что метрики не кирилируют с результатами. Чтобы как-то с этим бороться, они используют дополнительные метрики. Вот их список приведен. Вот по ним довольно легко понять, что это значит. Это у нас flow estimation, это значит, что он хорошо работает. То есть мы правильно аппроксимируем, как один кадр переходит в другой. А здесь OF, это значит именно карта этих потоков. Это значит, что карта потоков из ground roof of t-1 и t такая же, как карта потоков перехода из estimation of t-1 в t. t-lp это по типу там не знаю word to veco о том, что у нас разница между фичами estimation должна быть такой же, как между фичами ground roof. Вот. Также они используют метрику lpips. Вот. Это статья CVPR 2018 года. Вкратце там люди тренируют сеть, которая учится говорить о том, что картинки похожи или нет. Вот. И она очень неплохо коррелирует с человеческой оценкой. Ну и также они еще сделали эксперимент по тому, когда люди оценивают, что лучше, что хуже. Вот. По метрикам PSNR и SOSIMO эта модель проигрывает в сети много из тех, которые я назвал, но по всем этим метрикам она их выигрывает, конечно. Вот. И не совсем архитектура для VSR, но которая призвана бороться с той проблемой о том, что low-resolution картинки всегда получается из high-resolution. Вот. И как нам, грубо говоря, генерить истинные low-resolution картинки это статья с NIPS 19-го года, вот, где люди тренируют GAN на одной картинке, вот, так, чтобы генерировать low-resolution картинки. То есть из high-resolution генерировать low-resolution. Не так, как это делают в статьях, просто там каким-то ядром, вот, а именно как-то выучить его, получить. вот. Замечательно то, что для каждой картинки результаты разный, то есть это имидж-специфик, архитектура, и, соответственно, результаты у нее разные. И замечательно то, что они первые, кто использовал вот эту сеть без активационных функций, так, чтобы она у них работала. То есть это просто набор сверток, здесь нет никаких активаций, вот. На выходе мы наблюдаем картинку low-resolution. Вот. Если мы свернем все эти свертки, тут же нет активаций, то мы получим просто какой-то фильтр, да. Зачем нужно несколько слоев, а не один? Но они поставили эксперимент. Есть какое-то ядро, которым они получали low-resolution картинки, использовали один слой, у них вот обучилось вот это. А когда они использовали несколько слоев, соответственно, вот смержили их фильтр, они уже получили такие результаты. Тем самым они показали, что когда несколько слоев, сеть как бы учится намного лучше, чем с одним. Да, я забыл сказать, тут важно, что у них не совсем стандартная метрика, выход дискриминатора это не число, это карта вероятности, фейк не фейк, и тут стоит MSE просто вместо. И также добавлен регуляризация, на самом деле она довольно замороченная, она стоит из четырех членов, но эта регуляризация именно на вот это финальное ядро, и она призвана служить тому, чтобы это ядро было плюс-минус реалистично, чтобы оно было довольно локализовано, ну и плюс-минус гладким. Собственно, что можно сказать, и как с этими проблемами можно бороться? Ну да, видео не то же самое, что картинки, но благо есть базы видео, на них можно учиться, это не такая страшная проблема. Выход должен быть устойчив, ну то есть народен по времени. Есть несколько постановок задач, есть рекуррентные архитектуры, есть flow estimation и модули, motion compensation, и они с этим как-то борются. Алгоритмы должны быть простые. Я вам показал несколько архитектур, которые довольно простые, это вот те две рекуррентные и первые. Они могут работать почти в реал-тайме. метрики не коррелируют с человеческим восприятием. Это серьезная проблема, но сейчас появляется куча новых лоссов, люди делают отдельные исследования, как просто обучить модель, которая будет согласовываться с человеческим мнением и тому подобное. Данные синтетические это на самом деле самая большая проблема в этом подходе. Но как мы видим, сейчас есть подходы, однако надо понимать, что чтобы его использовать, нужно для каждой картинки обучать еще гаан. И чтобы получить одну пару выборок, вам надо обучить гаан, и только потом вы ее получите. Это все очень-очень долго сейчас. Ну и как мы поняли, задача Vissar это задача, где очень много различных постановок, соответственно, очень много различных подходов. И надо сказать, что в реальных приложениях задача Vissar это не та задача, как в статьях, вот в силу последней проблемы. И там очень много заморачиваются над тем, чтобы вначале или одновременно с этим устранять вот эти артефакты из реальной жизни, вот, а потом тренировать более маленькую сеть, которая будет делать то же самое, что и большая. В общем, спасибо за внимание, если есть какие-то вопросы, я буду рад на них ответить. Да. Тренировали. Я же тоже нужна бы какие-то маленькие разрешения. Не-не-не, их метод в том, что им нужна одна картинка хорезолючная. Я же объясню. Вот у них вход в хорезолючную картинку. Вот генератор, который генерирует хорезолючную картинку. И что они делают? Они из этой картинки вырезают какую-то часть и из этой картинки вырезают какую-то часть. Пытаются сделать так, чтобы распределение в этих частях картинки были одинаковыми. Вот. И таким образом обучают, обучают, обучают до того момента, пока вот отлично сидит. То есть его разделю же картинки в этом плане не нужны, поэтому не нужно. Да. Да. Вы сказали обучаю, что вообще это же для реальной жизни. Телевизор и так далее. Да. Но реальная жизнь и видеопоток это же не кадры. Это якоря и диффы. То есть кадры и дифф от кадра к кадру. А как я понял, все архитуры, которые я рассказывал, они все работают именно на кадрах. Они именно на кадрах. То есть вопрос, есть ли работы, которые работают не на кадрах, а на закодированном какие-нибудь подкодиках видео? Ну, на самом деле, ну, наверное, есть, но я не видел. Единственное, что я знаю, что как бы есть у них такие направления, которые работают на закодированном, но там даже в том же Яндексе и сейчас это работает по-моему по-кадровой, используется и сандарта. еще перед этим сеткой для теплой. То есть как бы я о таком могу сказать. Еще можно? Несколько раз ты говорил, что плохо доонскейли картинку. Почему? Ну, я это говорил в том плане, что в статьях как делать выбор. У них есть куча хайрисовершенных картинок, они такие давайте будем донскейлить картинку, вернее интерполяции и потом из этой штуки получать хайрисолюшер. Вот. Но проблема в том, что это немного смещенная выборка, она никак не согласуется с тем, что будет моделей хайрисолюшера от микроскейли. То есть становяем мелодии и артефакты, которые могут быть вызваны самопаратурой и тому подобное. Ну, с кейлить можно тысячи и надо постать. Ну, можно тысячи, но все думают кейли-то ненадолго. Вот это и проблема. А в итоге в итоге есть какой-то значит? Ну, в смысле вот как этот пермоган сколько раз ты завершил? Нет, там он докидывает. Докидывает он не очень много. Там я бы не сказал, что такой прям сильно разносторонний эксперимент произведен он по всем отеле внедрен. Почему эксперимент? Там они взяли сто картинок из какого-то бета-сайта и сказали, что он докидывает. Почему сложно с ним эксперимент сделать нормально? Потому что, опять же говорю, для каждой картинки, чтобы получить low-resolution, нужно еще гану это очень долго. Поэтому это скорее как идея и в принципе это можно сделать и работать. Можно посмотреть кадр? Нет. Привет, последний. Да, вот здесь. У меня технический вопрос. Вы использовали какую-то нормализацию на вот это как разненькое, что твоя сумма была равная или нет? технических проблем обучения не пользуются. Да, ну то есть опять же говоря, вот здесь вот этот R, я не стал его раскрывать, он стоит из четырех слагаемых, и все они контролируют вот это K, он зависит именно от K. Вот, и там именно лосы на то, чтобы все в единицу было, лосы на то, чтобы оно было не слишком большим, и там потом репроризаторов оба гостей, они довольно простые плавки. А еще вот один вопрос по интернету у нас тоже, вот, то есть, что для каждой картинки нужно обучать отдельно данных. Да. То есть, получается, можно сказать, нужно нажать. Это обучение генерального данного скейлинга, он именно опубликовывается именно на одной картинке. А почему нельзя несколько делать на то, что... Ну, это же генераторы, да, другие. У вас же будет сеть тоже. Ну, на самом деле, я не знаю, кто так есть, почему они... Ну, так дайте имущество. Иммн-специфик. Ну, да, то есть, у них есть главный поинт, который они оборудоват представляют, что это ядро, которое они получают, они иммн-специфик. Вот. То есть, в том плане, что ядро, которое получается, оно как-то самодостаточное, оно действительно делает лово-резалюшное изображение, изображение действительно такое, которое есть. Если мы там будем обучать на разных, то мы либо не увидим такого результата, вот, но, скорее всего, мы не увидим такого результата, что у нас получается нормальная лово-резалюшная картина, потому что вряд ли там входит связь с другом. То есть, оно подстраивается именно для лово-резалюшного изменения. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Переслав. И сегодня я вам расскажу про разные подходы к видео деблюру и тот текущий подход, над которым я сам работаю. Проблема видео деблюра возникает, ее проще все раз начать рассматривать проблемы деблюра одиночных картинок, то есть, я думаю, все сталкивались с таким типом артефактов, когда картинка смазывается при фотографировании на длинных выдержках или при фотографировании с помощью рук или с какой-то вибрирующей движущейся платформы. Тот же самый дефект возникает и в видео на каждом кадре. Выглядит это следующим образом. после стабилизации видеоряда, то есть, устранения межкадровых движений камеры, остаются внутрикадровые движения камеры, которые превращаются в визуально вот такой артефакт. То есть, каждый отдельный кадр смазан как-то. И возникает это из-за того, что съемка происходит с рук, из-за hand-тремора возникает такой дефект. на самом деле это не только дефект визуального восприятия. В системах компьютерного зрения, которые все работают практически на видео, смазывание кадров видео портит метрики компьютерного зрения. Есть несколько работ, которые это демонстрируют, и их общий вывод такой, что если система компьютерного зрения дообучает на смазанных кадрах, то падение метрик в среднем составляет 5%. Если недообучаете, то порядка 15%. То, что исследователи привыкли демонстрировать на котиках, на практике может быть весьма фатально. Например, в системах беспилотных автомобилей полностью падает качество детекции окружающего мира. Допустим, в системах видеонаблюдения, как внизу установленных на каких-то вибрирующих объектах. Например, на ЖД-станциях при проезде мимо поезда вибрируют металлоконструкции, на которых установлены камеры видеонаблюдения, и дальние какие-то объекты, лица перестают детектироваться и восприниматься нормально. В общем-то, таким образом проблема деконволюции деблюра, она актуальна как в потребительском сегменте, так и в промышленном. Как же эту проблему решают? Для начала начнем с того, откуда вообще эта проблема возникает, как математически сформулировать. Математически формулируется следующим образом. У нас есть кадры видео. Это может быть один кадр, может быть M большое кадров. И у нас есть так называемый point spread function или ядро, или blur trajectory. Много разных названий у этой штуки есть. В общем, это траектория, по которой движется камера во время экспонирования кадра. И на самом деле результирующий смазанный кадр можно смоделировать с помощью свертки шарпного кадра, не смазанного, с этой point spread function. На самом деле это все математически строго можно доказать, когда у нас есть непрерывный сигнал, то есть непрерывный световой поток падающий на матрицу, то если мы будем долго экспонировать и каждая точка этого потока будет как-то двигаться, то математически эта операция будет сверткой. Потом при сканировании изображения с матрицы у нас появляется шум. Он моделируется обычно двумя штуками. Первый это поассоновский мультипликативный шум, который связан с тем, что число фотонов, падающее на пиксель, на каждый пиксель, оно подчиняется поассоновскому распределению. Второе это аддитивный гауссов шум, который возникает при исчитывании и при усилении сигнала с каждого пикселя. Вот. В общем, у нас есть еще дополнительный шум, и после этого, если мы говорим не о сырых данных, то существует большой пайплайн обработки изображения с помощью сигнального процессора, куда входит демозаик, деноиз, байер деноиз, деноиз после демозаика, гамма-коррекция, баланс белого настройка, в общем, все вот эти вот штуки, они идут после. После того, как мы получили уже смазанный шумный кадр. Вот. В исследованиях сегодня стараются моделировать именно такую модель деградации, но в большинстве исследований все-таки прервется вот такой. То есть мы забываем про сигнальный процессор, забываем про все, что происходит после, и говорим одну из двух вещей. Первое это либо мы обучаем модели на вот такой упрощенной модели деградации, надеемся, что наш подход генерализуется хорошо на верхнюю модель деградации. Или говорим, что мы работаем с сырыми данными и делаем деблюр на байеровской мозаике, или если у нас черно-белая камера, то просто в линейном пространстве, а не в гамма с корректированным пространством. И поэтому эта модель тоже справедлива для нас. Это что касается модели деградации. Теперь какие существуют кейсы для деконволюции деблюра? Мы можем знать только смазанный кадр, то есть можем знать только наш observation, который мы получили в процессе деградации, и тогда восстановление не смазанного кадра, восстановление кадра реальной сцены, это задача слепой деконволюции. На State of the Art решение требует порядка в общем нескольких секунд на 1 мегапиксель и вносят дополнительные артефакты, поскольку задача сильно некорректно поставленная, потому что бесконечное число пар x и k могут давать один и тот же y. Если мы знаем что-то про k, то это задача просто деконволюции или задача неслепой деконволюции, и эта задача тоже некорректно поставленная, потому что множество, бесконечное множество значений x будут давать один и тот же y при одном и том же фиксированном k. Но домен поиска решений существенно меньше, чем в задаче слепой деконволюции, и поэтому state of the art решение требует порядка долей секунд на мегапиксель для восстановления кадра. Вот. Теперь небольшой литобзор, как же на сегодняшний день эти задачи решают применительно к видео. Первый подход это lucky frame averaging, то есть усреднение, просто усреднение нескольких кадров для получения текущего шарпного кадра. Наиболее большой прогресс был достигнут в работе, где усредняются не сами кадры, усредняются фурии образа кадров. Второй подход это непосредственно математическая деконволюция и в видео этот подход используется очень редко. Последняя работа там 15-го, по-моему, тоже 16-го года и такие подходы работают очень медленно, потому что в видео мы обычно не знаем функцию размять точки point spread function и да, у нас больше информации мы можем рассматривать несколько кадров, а не один, но все равно это достаточно длительная оптимизационная схема, которая там несколько часов на одно видео запросто. Вот. И третье это end-to-end подход, то есть с помощью нейросетей. У нас есть какая-то архитектура, мы в нее подаем картинку и на выходе получаем тоже несмазанную картинку или подаем стэк кадров, на выходе получаем стэк или один несмазанный кадр, ну в общем все как вот предыдущий спикер рассказывал для суперезолюции. Вот. Этот подход используется сегодня активно в исследованиях по Dynamic Scene Blurring. Эта задача немножко отличается от той, которую я оставил. Dynamic Scene Blurring это задача, когда у нас в сцене есть много разных объектов и они все двигаются по-разному и смазывание у них происходит не только из-за того, что сама камера движется, но и из-за того, что сами объекты тоже движется. Вот. Эта задача тоже имеет место быть, но она как бы сложнее, потому что камера движется единообразно, то есть все точки на кадре движутся похожим образом, когда у нас камера там поворачивается. Dynamic Scene Blurring точки могут двигаться по-разному. Вот. И также есть аппаратные, аппаратно-зависимые решения. Это например, траекторию смазывания мы можем оценить с помощью данных датчика движения Inertial Measurement Unit IMU. Это ну они есть во всех ваших телефонах, там гироскоп с актериометром условно, датчик движения. И еще, но это правда очень давние работы, используют Coded Exposure, то есть это у нас каждый кадр экспонируется не прерывно, а кусками. То есть допустим у нас экспонирование кадра условно 10 миллисекунд. Мы можем все 10 миллисекунд непрерывно экспонировать кадр, а можем экспонировать первую одну миллисекунду, потом закрыть шаттер, подождать там 3 миллисекунды, проэкспонировать еще там 2 миллисекунды, опять закрыть шаттер, подождать. И таким образом достигается кодированное экспонирование. И есть работа, которая даже показывает, что для некоторых ядер, некоторых blur trajectories оптимальный подбор этого кода делает задачу деконволюции из некорректно поставленной корректно поставленную. То есть существует единственное решение, а не бесконечное множество решений. вот, это аппаратно зависимое решение. Я работаю над тем, чтобы объединить все эти методы в один из, взять, как сказать, самое лучшее отовсюду, ну, разве что к кодов споржа я пока не приступал, но основная цель моего метода это использовать датчик движения для оценки ядер смазывания и потом использовать наработки вот по вот эти алгоритмические, чтобы восстанавливать уже несмазанные кадры. Поскольку у нас сегодня семинар алгоритмический, расскажу про алгоритмы того, как я это делаю. Это примерная схема того, как это устроен, то есть у нас есть какая-то камера, которая синхронизована с датчиком движения, гироскопом с акселерометром. На самом деле мы используем обычную DSLR камеру и ставим на нее внешний затвор, который мы синхронизуем с матрицей этой камеры через HDMI разъем. На самом деле это можно сделать и уже к этому затвору мы синхронизуем датчик движения. То есть мы точно знаем, во-первых, мы убираем проблему роллинг-шаттера из-за этого, во-вторых, мы точно знаем в какой момент времени кадр экспонировался, конкретный кадр экспонировался, в какой момент времени у нас был промежуток между какими-то двумя обстоятельными кадрами, и мы жестко можем привязать сигнал с датчика движения к этому видеоряду. Вот. И в дальнейшем используются алгоритмы для деконволюции, о которых я сейчас расскажу. Значит, теперь немножко математики. Предположим, что у нас есть один кадр смазанный, нам нужно его восстановить. Мы можем записать максимум апостериори вероятность, и если мы, если у нас шум гауссов с нулевым средним, то мы можем реформулировать задачу поиска х, который соответствует максимальной вероятности, вот в таком виде, где е — это какой-то нормализующий параметр, а ро — это регуляционная функция. Вот. Давайте промоделируем эту регуляционную функцию в виде суммы каких-то L2 норм каких-то сверток с х. Допустим, если это у нас Тихоновская регуляризация, это будет D большое будет равно одному, а G D будет единичная матрица, тогда это у нас будет просто L2 норма х. То есть это обычная Тихоновская регуляризация. Total variation здесь, к сожалению, таким образом нельзя смоделировать, потому что для Total variation нужна L1 норма, здесь L2. Но мы делаем финтушами и говорим, что мы будем вот эти вот фильтры G большое обучать дальше. То есть пока что это у нас какой-то фильтр банк, про который мы пока ничего не знаем, но сейчас вот мы напишем, найдем closed form решение для X, то есть словно запишем формулу фильтрации Y в X и с помощью этой формулы будем делать forward pass, а если у нас есть большой набор данных, то мы можем делать forward pass, сравниваясь с каким-то ground true с картинкой и делать backward pass и обучать вот эти фильтры G обычным градиатным спуском, статистическим. вот но один кадр это не очень интересно на самом деле это все было проделано в работе 17-го года якобы круза и я решил этот подход применить к нескольким кадрам одновременно. Здесь как бы почти все то же самое, но здесь мы можем добавить дополнительную регуляризацию в виде не двумерного фильтра сверточного пространственного, а в виде трехмерного фильтра пространственно-временного то есть мы можем рассматривать не только регулировать задачу не только пространственную область но и во временной области тоже поэтому добавляется функция от всего стека кадров которые мы фильтруем дополнительная регуляционная и я ее моделирую тоже с помощью набора сверток но уже трехмерных вот здесь можно отличить двумерная свертка пространственная здесь трехмерная пространственная временная в общем свертка это линейная операция и матрицы вот эти вот H и G это матрица свертки просто-напросто вот и на самом деле если мы теперь скажем что пускай у нас все вот эти вот свертки K G и H это циркулярные свертки тогда мы их можем факторизовать через фурье и перейти к задаче иного вида в общем так если бы у нас K H и G были бы просто свертками в общем обычными матрицами свертки не с периодическими граничными условиями то обратно им находить было бы не очень приятно а если мы их можем факторизовать через фурье обратно находить очень просто вот но мы при этом говорим что мы работаем в периодически граничных условиях что на практике не так но есть некоторые техники которые помогают сделать задачу с периодическими граничными условиями в общем не буду здесь больше долго ничего рассказывать эту задачу для X1-XM стэка кадров M большой кадров можно решить в явном виде вот и ее решение будет на следующем слайде а здесь я скажу что на самом деле у нас вот эти параметры регуляризации E в степени альфа и в степени бета они на самом деле зависят от шума то есть чем больше у нас noise чем больше у нас чем больше у нас шум тем сильнее требуется регуляризация поэтому на самом деле во всех оптимизационных подходах которые раньше использовались это силу регуляризации так скажем настраивали вручную все это был просто ручной подбор параметров здесь той работе 17-го года якоб круза предложил использовать вместо этого перцептрон просто нейронную сеть на вход который подается стандартное отклонение этого шума на практике это можно реализовать таким образом что стандартное отклонение этого шума зависит от параметра ISO на камере и можно в сеть прямо ISO и подавать то есть мы можем при съемке мы точно знаем параметры съемки потому что мы снимаем на свою камеру мы знаем как устроен матриц как устроена аналоговая схема усиления сигнала мы поэтому знаем в общем знаем параметры ISO и можем отталкивать с него знать стандартное отклонение гаусс шума который у нас в сигнале есть а зная его мы с помощью вот этой обучаемой нейронной сети можем обучить силу регулизации которую нужно делать для того чтобы получить максимально правдоподобный кадр то же самое для бета где силы регулизации трехмерной сверки и для того чтобы я уже говорил что мы используем приближение циркулярных сверток с периодическими ограниченными условиями это не всегда правильно на самом деле вот этот вот артефакт который появляется в результате этого называется звон от каких-то аджей у нас есть дополнительный звон и чтобы исправить это мы используем просто нейронную сеть сверточную небольшую по числу параметров чтобы обучить то как нужно изменять кадр чтобы впоследствии этого звона не было вот так вот это пример того как в казалось бы классическую схему винировской фильтрации можно встроить обучение машин леонинг и обучить фильтрацию на большом количестве данных чтобы улучшить ее качество вот так примерно выглядит схема то есть как я уже говорил мы можем получить явное аналитическое решение задачи оптимизационной вот вот этой вот и не буду приводить ее явный вид потому что никакого смысла это не имеет просто скажу что в общем у нас есть вот такая схема у нас есть смазанные изображения у нас есть ядра которые мы получили с датчика движения у нас есть параметры съемки такие как ISO которые контролируют шум на нашем сигнале и у нас есть наш фильтр который содержит в себе несколько обучающихся нейростей а именно три и плюс он содержит в себе обучающиеся параметры регуляризации обучающиеся фильтры вот и в результате этого мы получаем фильтрованные изображения для которых мы можем знать ground truth если мы правильно ставим датасет и таким образом обучить все с помощью обычного статистического градиентного спуска это основная идея теперь как была сделана реализация реализация была сделана с помощью обычного синтетического датасета и вот по этой модели деградации был создан датасет я использовал объяснение того что здесь вот нету вот этой ASP функции таким образом что я работаю на сырых данных на байеровских данных вот но для цели демонстрации я все делал на обычных картинках потому что в общем байеровские данные почти обычная картинка просто 4 раза меньше вот и синтетически синтезировал ядра с помощью сплайнов но их там есть разные методы которыми это можно делать можно делать с помощью каких-то подходов напоминающих движение брауновской частицы то есть монткарл симуляции вот но в общем есть много разных подходов и это полученные результаты то есть для вас слева получается ground truth потом смазанный кадр потом фильтр который фильтрует стек из одного кадра то есть только один кадр фильтр который фильтрует стек из двух кадров из трех из четырех мы видим что при увеличении числа кадров увеличиваются метрики метрика PSNR вот в общем-то по сравнению с фильтрацией одного кадра мы получили gain в 3 дБ это очень много для PSNR вот теперь давайте сравнимся с остальными методами я сравнивал на самом деле сравнение проводить не совсем честно потому что для видео в основном методы используют слепую деконволюцию не слепую деконволюцию никто не использует потому что непонятно как ядра получать вот но все-таки я сравнился с одним методом который на тот момент был одним эстейт с деблюрганом и сравнился с как раз с той работой Круза 17-го года на самом деле он использовал итеративную схему то есть у него был не один фильтр как я продемонстрировал а в данном случае в день 10 10 подряд этих фильтров после каждой фильтрации он подстраивал граничные условия итеративно чтобы не было вот этого звона вот это то же самое можно сделать и в моем подходе абсолютно такое же решение можно применить но это сильно усложняет кратно усложняет задачу то есть кратно увеличивает время фильтрации вот оно тоже приведено в общем-то видно что по сравнению с с фильтрацией одного кадра с помощью вот обучаемого венеровского фильтра есть сильный гейн вот и это основной итог работы вот это примерно как это выглядит на синтетическом видео здесь в общем-то все видно на самом деле видно что я не знаю вам видно или нет но если посмотреть то видно что вот здесь вот есть в центре артефакты temporal артефакты то есть temporal inconsistency сейчас я пробую еще раз запустить вот они есть и по краям но по краям они и должны быть потому что там у нас нету информации то есть у нас нету информации о пикселях которые должны быть здесь поэтому мы их там вынуждены как-то на основании каких-то юристик восстанавливать но в общем в центре артефакты артефактов на допустим вот здесь вот меньше чем в fdn fdn это фильтрация покадровая здесь f3 4 это фильтрация стека из 3-х и 4-х кадров в общем фильтрация нескольких кадров убирает временные артефакты то есть наш глаз не замечает разницы вот и это тоже одна из основных один основных результатов работы теперь о том что затрудняет применение и дальнейшее развитие этого метода первое это нету выравнивания кадров но я надеюсь получить его с помощью данных с датчика движения потому что системы цифровой стабилизации которые ровно это и делают они в общем-то сейчас уже де-факто стандарт в компактных потребительских устройствах таких как экшн-камеры и мобильные телефоны вот второе ограничение это то что для некоторых камер мы не знаем как же зависит стандартное отклонение шума от параметра то есть от параметра съемок и для этого мы должны либо детально изучать каждую камеру с каждым сенсором либо детально изучать каждый сенсор вот это затруднительно и третье ограничение это то что на самом деле кадр может быть смазан неравномерно в каждой точке то есть если мы допустим вот здесь рассмотрим вот эту модель то когда у нас камера движется допустим линейно поворачивается то у нас все точки смазываются одинаково каждый точек смаз с одним и тем же ядром то если мы начинаем вращать камеру вот так вот у нас точки на кадре смазываются по-разному точки в центре вообще почти не смазываются точки по краям смазываются сильно но для этого тоже есть несколько подходов которые основаны на том что локально в малой области у нас смазывание происходит равномерно и поэтому можно разбить изображение на патчи локально фильтровать каждый своим ядром потом мерзлить в общем это тоже можно обойти на этом все у меня спасибо большое за внимание если есть вопросы я с радостью отвечу я не очень понял как вы именно вы строите карту шума я точно понял с низким ISO то у нас появляется больше шума на фотографии визуально математически значит что у нас скандартное отклонение шума увеличивается всем привет меня зовут Павел сегодня я хочу рассказать про такую одну очень специфичную задачу из области вычислительной фотографии которая называется Image Reflection Removal ну или по-русски удаление отражений с изображения вообще откуда она возникает часто пользователь камеры телефона делает фотографии через некоторую стеклянную поверхность это может быть окно автомобиля это может быть например фотография в музее когда какой-то экспонат стоит за стеклом или в аквариуме еще довольно часто случай это когда человек летит на самолете хочет сфотографировать красивые виды за окном но как бы открыть окошко к сожалению никак не может вот ведет это все к тому что на фотографии часто появляются нежелательные отражения те которые не очень хотелось бы на ней иметь ну вот например если вы сейчас посмотрите в окно к примеру вы увидите что где-то едет машины но если присмотреться есть много отражений нас с вами и хочется сделать фотографии на которых их нету собственно задачи которые мы решаем дана картинка с отражениями нужно их удалить в целом есть какие-то еще специфичные довольно случаи ну например в фотографиях людей которые носят очки часто тоже возникают такие вот отражения они довольно разнородные это в том числе зависит от покрытия стекол очков часто там бывает такой очень фиолетовый оттенок и в принципе это тоже портит портретную съемку в принципе конечно в идеале хотелось бы иметь метод который работает на всех случаях но не всегда так получается поэтому если мы можем решить хотя бы один из кейсов и применить его то будет уже довольно хорошо типичные методы текущие они все основываются довольно на простой штуке есть входная картинка с отражениями есть сверточная нейронная сеть некая в принципе здесь нет ничего специфичного конкретно для этой задачи да то есть там стандартная более-менее архитектура которая принимает на вход картинку выдает на выходе картинку такого же размера это может быть либо юнет либо там резнейт-бейст архитектуры в общем в принципе с различных других задач в том числе и для как вот рассказывали для деблюринга для суперрезолюции в принципе подход довольно похожий вот а далее обучает сетку в супервайст-режиме удалять отражение предсказывать непосредственно бэкграунд бэкграунд сцену главный здесь возникает вопрос откуда брать данные для обучения потому что собрать парный датасет с отражением и без это довольно сложная задача в принципе она частично решается тем что ставится камера на штатив делается фотография затем перед камерой ставится стекло и делается вторая фотография соответственно первое это наш ground truth это то что мы ожидаем получить и второе это input да вход в нашу в наш метод в нашу модель но сбор датасета таким образом на самом деле он тоже не идеален поскольку мы должны это делать только в каком-то заранее заданном ограниченном окружении где ни один объект перед камерой не двигается ну потому что если мы пойдем просто на улицу снимать да там начнут двигаться автомобили колыхаться листья на деревьях и у нас получится так что на одной и на второй картинке часть объектов просто напросто смещены относительно друг друга не всегда их можно залайнить и поэтому такой подход имеет вот такие вот свои ограничения в принципе сейчас я чуть позже скажу на следующем слайде о том как делают в целом если мы уже получили парный датасет да то здесь вот есть некая лосфункция между тем что выдала нейронная сеть и то что у нас есть ground truth здесь может быть абсолютно все что угодно так же как и в других задачах имидж ресторейшн и компьютейшн фотографии это могут быть как попиксельные лосы да то есть либо l1 либо l2 так и более продвинутые это vgg loss про то что вот рассказывали сегодня на втором докладе когда у нас есть pretrained vgg сеть на имиджнете мы прогоняем через нее две картинки из каких-то глубоких слоев получаем фичи и просто сравниваем сравним эти фичи между собой ну и хотим приблизить фичи нашей сгенерированной картинки к той которая у нас помечена как ground truth это кстати довольно забавный факт в том что много действительно статей в области вычислительной фотографии используют vgg loss но вот если посмотреть на их реализации даже на официальные в репозиториях то можно заметить то что примерно не знаю 25 процентов так на мой взгляд они забывают поставить флажок притрейн это равно true и соответственно берут просто vgg с рандомными весами ну в принципе это тоже как-то работает даже вот другие лоссы здесь представлены это edge loss когда мы извлекаем из нашей картинки какие-то edge углы и соответственно стараемся приблизить edge нашего аутпута из нашей сетки к ground truth далее есть такая вариация представления perceptual distance это contextual loss не так давно представлены и уже часть работ использует adversarial loss также учат генератор дискриминатор и тем самым говорят о том что это им позволяет улучшить визуальное качество изображения полученного после нейронной сети о том откуда берутся данные обычно картинку с отражением здесь она помечена как i представляет в виде вот такой вот формулы что здесь что сэмплирует два изображения b и r b это изображение бэкграунда и r это изображение того что изображение отражения соответственно далее применяется некая сверточная операция свертки с каким-то ядром к к рефлекшену чаще всего это просто да не то чтобы чаще всего я бы сказал в ста процентных случаях где я видел это просто гауссовский блур соответственно картинка рефлекшенов блюрится и делается альфа блендинг с бэкграундом соответственно на выходе получается вот такое такое вот изображение теперь это наш input в нейронную сеть и это наш ground truth который собственно мы хотим получить получить похожую картинку на это конечно это довольно такой примитивный простой подход и он не может описать все возможное пространство отражений в реальном мире поскольку на самом деле их гораздо больше чем просто обычный блур и альфа блендинг ну например часто у нас окно представляет из себя такой стеклопакет там их два стекла из-за этого отражения они на самом деле накладываются друг на друга с небольшим сдвигом и там довольно странная штука получается а еще иногда бывает окружение где повсюду стекла ну например там в современных каких-то зданиях офисных и тогда отражение просто наслаиваются друг на друга с разных углов с разных с разных сцен и непонятно что с этим делать то есть непонятно как можно формализовать вот такую вот модель и каким-то простым способом генерировать такие данные поэтому часть последних работ они пытаются это делать пытаются накладывать отражение на исходную картинку там с помощью ганов но честно говоря пока что у них это получается не очень и результаты там гораздо хуже чем если использовать просто вот такой подход под результаты гораздо хуже я имею ввиду работу алгоритма итогового на уже реальных данных да на тех где уже отражение как бы настоящее окей часто возникает проблема такая что есть очень сложные случаи да когда мы делаем фотографию и там часть пикселей она в принципе ну невозможно восстановить что же там в них было да то есть отражение очень сильное и тогда эта задача она на самом деле уже является своего рода задачей импейнтинга да то есть по сути как как мы можем восстановить те те пиксели те регионы на картинке которые для которых никакой информации фактически там нету вот здесь представлен результат работы там одного из state of the art алгоритмов для удаления отражений что здесь хорошо это хорошо то что он не начинает пытаться рисовать странные вещи да там удалять автомобили рисовать там я не знаю другие столики в ресторане которых нету естественно работает более-менее стабильно но понятное дело что здесь еще очень большое пространство для улучшения да то есть наверное когда мы говорим про задачу дерефлекшена мы хотим на выходе получить все-таки картинку без каких-либо отражений вообще и вот в таких вот сложных случаях не всегда понятно как это сделать не давая сетке придумывать какое-то количество информации самостоятельно но если опять же говорить про придумывание да скорее всего если мы внедряем такое решение там в примеру смартфон наверное наш пользователь расстроится если там сетка нарисует то чего на самом деле на фотографии не было вот поэтому здесь нужно быть довольно аккуратным еще одна довольно интересная проблема частая у текущих алгоритмов стоит в том что они удаляют делают какие-то изменения на изображении которые мы не ожидаем ну вот например здесь стоят стаканы бокалы и какие-то декоративные элементы на столе и вот показано что нейронная сеть она вроде как все сделала хорошо действительно но тени от этих элементов и от бокалов удалила но наверное это не то что мы ожидали да то есть здесь нужно добавлять какие-то регуляризации на то чтобы такого не происходило честно говоря я не видел чтобы в какой-то из статей вообще пытались с этим бороться но мы боремся с этим так мы просто берем картинку на которой нет отражения ну то есть просто картинки ground true условно говоря подаем в сетку с какой-то вероятностью их и говорим чтобы она не делала никаких изменений это просто сеть должна выучить identity проброс по факту для таких изображений на которых рефлекционов никаких нет вот и на самом деле такой простой подход где мы там с вероятностью 0.9 обучаем сеть подаем картинку с рефлекционами ожидаем что она их удалит и с вероятностью 0.1 просто подаем картинку без рефлекционов и ожидаем что ничего не изменится вот такой простой подход на самом деле позволяет бороться с такого рода артефактами и не только с такого рода, но и с другими какими-то изменениями в изображении, которые мы не ожидаем, которых там быть не должно. Вот другой интересный подход. Это основан на технологии дуал-пиксель-сенсоров в камерах. Вкратце, что это такое? Вот представьте обычную матрицу в фотоаппарате у нас, да, в камере, и давайте в ней каждый пиксель теперь разделим на два субпикселя. Один у нас будет левый субпиксель, один правый. И на каждый из них будет подаваться разные половинки света с нашего объектива, с линзы, да. Вот. Зачем это нужно и как это вообще помогает? Слайд. Оказывается, задача de-reflection, она сводится в таком случае к чему? У нас есть вот две картинки, я сейчас переключаю слайд. Одна с левой, одна с правой, с правого субпикселя. И здесь наглядно видно, что та часть изображения, которая, ну, можно сказать, отвечает за reflection, да, она сдвигается значительно сильнее, чем та, которая отвечает за background. В принципе, имея эту информацию, да, то есть если наш алгоритм знает о том, где отражение, а где background, ему будет гораздо проще восстановить итоговый результат, то есть итоговую сцену. Вообще, в принципе, вот эта вот технология, дуал-пиксельные сенсоры, она не то чтобы прям очень новая, да, она существует уже, там, некоторое количество лет, и… Но, как бы, если говорить про deep learning и в целом про вычислительную фотографию, вот, ну, которой занимаемся мы, там это используется довольно, ну, практически не используется. Наверное, одна из первых статей, которая затронула эту тему, это была статья как раз по удалению отражений на CEPR в этом году. Ну, они использовали, там, данные с до пикселя, но там не было никаких нейронных сетей, там был классический оптимизационный подход, который очень, там, медленный, и на самом деле работает хуже, чем просто, там, да, обычная нейронная сеть по сингл-картинке по одной. Но, тем не менее, они предложили идею, да, давайте вот это заиспользуем, и, в принципе, сейчас вот есть уникальная возможность быть первыми, кто заиспользует данные с до пиксель-сенсора для… именно в нейронных сетях. И вот буквально недавно появилась статья в блоге Google, например, что они делают, улучшают depth estimation за счет именно вот до пиксель-камеры в своем смартфоне. Соответственно, это такое направление, которое, я уверен, в будущем может как-то, так скажем, улучшить результаты многих других, в том числе, задач в области, там, мимич ресторейшн. Окей. Вот, допустим, мы обучили уже какой-то алгоритм, какой-то нейронной сети, у нас есть какой-то метод для удаления отражений. Как же померить его качество? Ну, на самом деле, как я уже сказал, первая проблема, что парного датасета нету. Ну, точнее, он есть, но он довольно маленький, ограниченный, потому что собран в, так скажем, контролируемой среде, да, где ничего не двигается. И, в принципе, когда нет парных данных, довольно сложно придумывать какие-то автоматические метрики. Но в то же время, как бы, на части, на части парных картинок сейчас все статьи соревнуются. То есть есть некие бенчмарки, которые, там, не очень хорошие, по моему мнению, но, тем не менее, это лучше, чем ничего. И здесь, во-первых, первый вариант — это использовать, ну, людскую оценку, да, то есть можно загрузить фотографии в Amazon Mechanical Turk или в Яндекс.Толоку и попросить асессоров сказать, там, вот, подать две картинки и спросить, какая из них, на какой из них, по их мнению, алгоритм сработал лучше. Таким образом, можно, в принципе, сравнивать парно разные алгоритмы. Но тут возникает проблема в том, что, во-первых, если у нас много различных экспериментов, да, много моделей, мы не хотим, наверное, каждую с каждым сравнивать, потому что это довольно долго. И, несмотря на то, что один, там, вот, эксперимент, да, запустить, там, в Толоке — это дешево, но если их, там, много, то денег нужно уже на это больше, времени — еще больше. И, наверное, хочется, там, как мы все привыкли, там, во многих других диплёрлинг-задачах, как-то после каждой эпохи, условно говоря, считать какие-то метрики, а затем, там, иметь возможность выбрать лучшую, лучшую итерацию нашей модели для того, чтобы уже ее финально использовать. Здесь, в принципе, ничем не отличаются метрики от других похожих задач. Это тот же Peak Signal to Noise Ratio, PSNR, и Structural Similarity. В принципе, здесь абсолютно такие же проблемы, да, если мы немного меняем наше изображение, да, там, сдвигаем на какое-то количество, там, не знаю, на один пиксель, да, PSNR, который, по сути, это просто логарифм от обратного, там, MSE, да, с точностью до каких-то констант, он, естественно, сильно упадет, вот. Но, наверное, на глаз изменений никаких мы не заметим. Соответственно, в принципе, PSNR был создан, не то, чтобы был создан, да, у него такое свойство, то, что он, когда мы смотрим на две метрики PSNR и SIM, то PSNR больше, так скажем, отвечает за цвета в конкретных пикселях, а SIM, он говорит о том, насколько, в принципе, контуры, какие-то углы на двух изображениях похожи между собой. Но часто получается так, что лучший алгоритм по PSNR, он и лучше по SIM, но это не всегда, то есть тут как бы уже нужно смотреть на конкретные кейсы. В принципе, как заключение, что могу сказать, вот эта проблема по удалению отражений, она все еще очень нерешенная, то есть все эти лучшие методы, у них много довольно артефактов, много проблем, часто они просто ничего не удаляют, несмотря на то, что там явно видны рефлекшены на входной фотографии. Вот, соответственно, тут довольно большое пространство еще для экспериментов, для дальнейших, но в целом есть как бы вот какие-то такие подходы, которые, возможно, действительно помогут значительно как-то улучшить качество текущих методов. Ну, конкретно один из них — это вот технология Dual Pixel, да, но пока как бы никто ничего хорошего на этом не сделал. Мы тоже пробовали какие-то делать эксперименты, но там основная проблема в том, что вот эта формула генерации синтетических данных, да, она работает только для сингл-картинок. А если мы начнем говорить про Dual Pixel, где сдвиги вот рефлекшенов и бэкграундов, они, у них физическое свойство какое-то есть, да, то тут пока не очень понятно, как это делать, но, в принципе, исследования в этой области ведутся. В принципе, все у меня. Всем спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А если обменили обычную камеру, то она выносится то же самое и сделает, но она была включена, и получается, можно будет в этой сфере отражающих людей. Да, да, на самом деле в некоторых смартфонах уже есть Dual Pixel и используется это в основном для чего? Для того, чтобы обфиксироваться по-русски делать. Ну, потому что если у нас есть возможность посмотреть на неким образом сдвинутые картинки, то есть у нас практически есть такая стереопара, но сдвиг совсем небольшой. И вот имея стереопару, мы можем оценить глубину, то есть предсказать депс по ней. В принципе, конечно, обычно делают просто две камеры, да, на каких-то профессиональных устройствах для того, чтобы оценивать депс, но на смартфоне сделать там несколько камер и правильно их заиспользовать, это не так очевидно. Вот поэтому, в принципе, Dual Pixel, технология Dual Pixel, она используется, изначально использовалась именно для этого. И даже, в принципе, если вы захотите попробовать сделать какие-то эксперименты, исследования именно с Dual Pixel картинками, не так просто их еще и найти, потому что, ну, условно говоря, там, кликер распарсить и найти Dual Pixel, наверное, нельзя, там, в Инстаграме тем более. И есть только одна в мире модель камер, которая именно отдает, то есть дает возможность получить вот эти вот снимки с левого и справа с Аппикселя. Это Canon. У них есть программка, которая из их RAW формата экстрактит вот эти вот два кадра. У других производителей такой возможности просто-напросто нету, то есть она где-то скрыта у них внутри, и как-то из-за использования ткани не совсем понятно. Вот, да, а в целом, отвечая на ваш вопрос, да, действительно, у камеры, которая в Dual Pixel, она умеет делать все то же самое, да, но теперь в Апикселе у нее стало 2 раза больше. А получается, если у нас нет в Аппрома, а отдельная камера, например, в Стерео, и делать точку по штаммам, то есть в Аппикселе, и смещение будет больше, что в Апплексе? Да, да, если у нас есть Стерео, то тут, как бы, многие задачи уже решаются гораздо лучше, потому что, ну, если у нас есть довольно большой сдвиг, да, мы можем оценивать хорошо глубину, понимать, в нашем случае, более детально, где есть рефлекшны и что там, да, за ними скрывается, то есть как-то дополнять информацию с двух камер. В принципе, это можно не по двум камерам делать, да, по нескольким, но в реальности все-таки люди обычные, они привыкли ходить либо с одним фотоаппаратом, либо с одним телефоном, да, и снимать фотографии, они носить с собой, просто плачу пандурины, тоже с третьим, много камер. В целом, да, какие вещи есть, используются для корзовых сеток, например, для депстимейтинга, или для реконструкции 3D-социальных вещей, во многих статьях вам увидят интересные картинки, где-нибудь берут 20 камер, закрепляют на такой социальной стухи такой и уходят сниматься. Еще вопрос? Нет, не соединяем, это соотношение, в качестве неких проблемных генераций, в организме, я с этой стороны пробуюсь также не базовую на текстуру, которую в них вымешиваете маску, в которую потом будет текущая текстура, и тогда можно липовать куски изображения, в реале этого. Да, да, на самом деле такое есть, здесь я скорее, на целом, общую формулу, в принципе, подход с масками есть, есть вариант, где маски бенализованы, есть вариант, где маски непрерывные, то есть, это тоже какое-то гаус, такое ядро сэмплица и используется качественной маской. Ну, вот по форме сравнения, я со смешивая, потому что, мы вас не мы, нет, там, сомн, какой-то, мы, дескелс, сэш, 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 ты мне ставишь, что-то, в этом, возможно, будет срабатывать лучше, чем каждый, по отдельности. В плане для лоссов? Да, на плане. А, ну, конечно, для лоссов там, ну, я не знаю, вот в предыдущих докладчиков вы видели, наверное, там, целый слайд был, где много лоссов было, с разными коэффициентами, и как их подобрать, подозрительный вопрос. В целом, да, конечно, я, как бы, не знаю, я бы даже сказал наоборот, я не видел ни одного работы, где использовался бы только один лосс, да, то есть, обычно, как бы, используется полпиксельный лосс, да, или один чаще, потому с, ну, известным фактом, если использовать на таких задачах, то картинка получается блюдная, вот. Используется специальный один, и обычно используется там, концепцию и контекст, что он, как-то, на моей практике работает постабильнее, но употребляет больше, гораздо в памяти, и когда получается его применение. Вот, и так, в целом, да, обычно. Спасибо большое, что вы пришли, это наш последний семинар, и уже седьмой по счету в девятнадцатом году, и мы от лаборатории машинного интеллекта будем проводить такие мероприятия в следующем году регулярно, каждые две недели. В рамках компетенции лаборатории не только, и очень хотелось бы также услышать, например, от вас предложение, кого позвать или же ваше собственное пожелание выступить. Мы очень открыты по этому поводу, просто есть предварительный список тем, которые мы будем публиковать на сайте. И, к слову, на выходе листовки нашей лаборатории со всеми контактами и основной информацией можете взять, посмотреть, написать нам, и мы обязательно учтем ваши дальнейшие пожелания, особенно если вы сами хотите выступить на каком-то семинаре. Вот, и в целом мы открыты к любому взаимодействию, очень рады к сотрудничеству в рамках тех работ и проектов, которые у нас есть, или в рамках чего-то нового, самые различные формы партнерства. От семинара и научной группы совместного написания статей до каких-то совместных миров, миокров. Вот. И хотелось сказать вам счастливого нового года. Больше статей на НИПСах, CVPR и прочих топовых конференциях. Больше классных, интересных задачек, и больше их решений. Мы тут до победного, так что, в принципе, вы можете еще позадавать вопросы спикерам, если они не торопятся убежать. Мы будем здесь. Всем спасибо большое.